Для того, чтобы человеку стать богатым, нужно иметь несколько принципов, которые делают, или знать несколько принципов, которые делают человека богатым. Первое, богатство, оно связано с двумя факторами. Первое, это чудовищное везение, таким образом вы можете влезть в какую-нибудь политику, во власть. И второе, чудовищная коммуникация. То есть я когда-то говорил, хочу еще раз повторить, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, почему я это говорю. Очень часто человек, который, особенно в это время, который имеет огромное количество друзей, который запросто объединяет вокруг себя людей, этот человек в дальнейшем будет очень богатым. Что мешает человеку достигать высокой коммуникативности? Как правило, это страх и невозможность позиционировать себя, забитость, возможно, чрезмерное или очень сильное предъявление претензий по отношению к себе и так далее. Ну, по поводу того, там, стану ли я богатой, используя какие-либо методы, ну, так и есть, есть такие люди, которые могут их использовать. Я обычно говорю такие слова. Человек должен знать эти принципы. В случае, если вы хотите идти разными путями, то вам необходимо быть или таким более сложным путем, то вам все равно чем заниматься. Самое важное, вы должны знать, что в этом мире необходимо либо эксплуатировать, либо производить и эксплуатировать, либо что-то очень хорошо знать и очень хорошо уметь для того, чтобы за это платили. А если, как говорят, у человека нет ни ума, ни возможностей, то стать человеку богатым можно только знакомясь и коммуницируя с огромным количеством людей. Я когда-то разговаривал со своим сыном, ему сейчас 23 года. Это было, наверное, еще когда ему было 16-17 лет. И он говорит, как мне стать богатым человеком? Я ему говорю, коммуницировать ты с людьми не хочешь. То есть у него не было желания коммуницировать, или он такой достаточно скрытный внутренний человек, не хочет особо ни с кем общаться, ведет такой закрытый образ жизни, при этом очень умненький такой. Я ему говорю, ну тебе придется либо быть экспертом и получать за экспертность, либо найти большое количество друзей. Он говорит, я понял. После этого начал создавать профильные группы, прошел образовательные курсы, которые называются «Умение работать в серпстат» и «Умение работать с аналитикой». Сейчас занимается тем, что у него есть одна группа в Телеграм, одна группа в Инстаграм, где он продает элитные вещи, и у него, в общем-то, хорошо получается. Хотя могу сказать, что у меня есть много таких знакомых, которые пробовали вести такой бизнес, и у них ничего не получается. С чем это связано? Как правило, наше богатство на сегодняшний момент, оно связано исключительно с получением бесплатного образовательного процесса. То есть это умение работать с аудиторией, понимание того, что называется маркетинг, понимание того, как искать то, что можно продать, или как искать услугу, и так далее. Понимание того, как развивать социальные страницы, как знакомиться, как коммуницировать, как делать так, чтобы на это тратить мало времени, как сделать так, чтобы это было интересно, и так далее, и тому подобное. А там стать богатой, знаете, этот вопрос, он однозначно необычный. Вот я когда-то говорил уже одному человеку, он говорит, Андрей Андреевич, как мне стать богатым? Я говорю, а богатым ты кем хочешь вообще? Что ты умеешь делать? Он говорит, ну я ничего не умею делать. Я говорю, тебе необходимо начать сниматься в кино и тусоваться в тех местах, где есть мода. Он говорит, я не люблю ни кино, ни моду. Ну тогда я хочу быть премьер-министром страны. Но премьер-министром страны ты не станешь, а вот если бы ты занимался модой, ты бы стал, и ты бы состоялся. И вот он не стал, конечно же, премьер-министром, но и в моду тоже он не пошел. Я ему тогда говорил, закажи фотографии, сделай фотографии, выложи их в Инстаграм, подпиши, что ты являешься моделью, которая в дальнейшем там может сниматься где-либо, и у тебя будет, он очень красивый такой, и у тебя будет там полно всегда всего. На что он сказал, что нет, я этим однозначно не хочу заниматься, я как и раньше не буду ничем заниматься. Но это тоже его тема, почему. Он в дальнейшем женился, очень хорошо женился, на очень работящей женщине. Чем мне заниматься, чтобы стать богатой? Замуж выходить из-за богатого.